Переместить вторичные пакеты в хранилище 5 и 12. Чтобы строить машину убийцы. Но он не всегда был врагом. Раньше он был частью хорошего дела. Система под названием Гейм. Дверь опутана такими же кабелями. О нет. Что Гефест с ней сделал? Превратил в оружие. И рано или поздно он им воспользуется. Как же? Песня долины. Кто такой, если хоть один из духов нападёт? Ты знаешь, что нужно сделать. Вару, ты готов? Придётся туда спуститься. Два. Так. Так. Придётся. Продолжение следует... 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 что это было за место ты такое уже видела нет смотри вон там наш выход что происходит ну хоть аварийный свет горит что это было минерва точно здесь и кажется она не желает нас пускать я пойду на разведку поищу для нас вход может нам пойти с тобой нет минерва может быть опасно нужно действовать аккуратно ясно если что позови нас а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну уж нет От меня так просто не отделаешься, Минерва Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тупик Сверху дует ветер Возможно, выход там Сверху дует ветер Зачем нужны эти кабели в центре? Минерва не пускает меня Значит, здесь не пройти Заперты Похоже, надо наверх Вот я и выбралась Теперь надо попасть назад в комплекс Еще немного Если я уговорю Минерву То смогу объединить их с геей Верну ее домой Тогда мы сможем бороться с порчей С бурями И может, она даже поможет понять, кто напал на меня в той лаборатории Почему с ними был клон Элизабет И зачем он копия геи? Пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил Диму Дима Дима Продолжение следует... Ага, ещё одна шахта. Так, теперь надо как-то подключиться к этому месту. Кажется, это какой-то купол. Интересно, для чего? Так, теперь надо как-то подключиться к этому месту. Я не буду брошить. Минерва! Мне нужна консоль. Прошу. Доступ запрещен. Раньше всё было иначе. Ты помнишь это? Что-нибудь? Ты была частью большего плана. Прекрасным. Гей. Всё так. Её можно оживить. Но ты должна мне помочь. Без тебя её не перезапустить. А я исчезну? Я думаю, ты сольёшься с ней. Станешь её частью. Как была раньше. Страдоний. Ты исчезну? Да. Спасибо. Спасибо, Минерва. Элизабет Собак. Альфа Прайм. Главный блокиратор включён. Идёт восстановление кода функции Минерва. Хотите запустить Эрористическую Матрицу? Ну что ж. Гея. Здравствуйте, Доктор Собак. Сейчас. Получаю данные. Так значит, Элой. Не Элизабет. Нам нужно многое обсудить. Но запуск моей Эвристической Матрицы продлится ещё несколько минут. А пока предлагаю тебе ознакомиться с этим объектом. Он подойдёт для организации штаба. И ты сможешь использовать оборудование для улучшения навыков перехвата машин. Эм... Эм... Да. Звучит неплохо. Дать доступ твоим спутникам? Они скоро будут здесь. Ладно, но... Не перепугай их, хорошо? У них мало опыта в таких вещах, как... Эм... Ну... Ты. Ого. Так ты нашла её? Да. Да. Она настоящая. Варл. Зо. Это... Гея. Привет. 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 Гея пока... Эм... пробуждается. Давайте осмотримся. Я внесу расположение лаборатории в твой визор. Я установила связь между вашими визорами. Вы можете общаться на расстоянии. Спасибо. А что это было за место? Региональный центр управления. Отсюда люди Нового Рассвета должны были управлять терраформированием региона. А тут что? Здесь планировалось проводить совещание сотрудников центра управления. Сюда может влезть немалая толпа. Ну, не стоит сразу забивать помещение. Вы двое идите вперед, а я тут немного осмотрюсь. Так это что? Лаборатория? Исследовательский комплекс. Часть данных о машинах, что ты нашла внизу в ремонтном зале, повреждена. Терминал в этом зале покажет, как восстановить их и завершить перехват. Я посмотрю. Продолжение следует. Часть данных о машинеке, Priюлья Бла Толлина… Прождение следует… Для починки блокираторов нужны данные о деталях машин. Мой запуск завершён. Можешь продолжать изучение комплекса, Элой. Когда будешь готова, зайди в зал управления. Нужно многое обсудить. Это что, кабинет? Верно. В комплексе предусматривалось множество личных кабинетов. Наверное, приятно иметь личное помещение. Здесь должен был находиться терминал обучения, продвинутым методом терраформирования. К сожалению, обучающие модули были удалены вместе с базой данных Аполлона. Очень жаль. А это что за место? Это помещение, спальная зона для сотрудников центра. Напоминает домик, где претенденты проводили ночь перед инициацией. Это место построено давным-давно. Для людей, которые так и не пришли. Но почему? Помнишь, я рассказывала тебе про Теда Фаро? Он... Он всё испортил. Так не должно было быть. За той дверью тропа, ведущая к Песне долины. Значит, я смогу в любой момент отправиться на восток. Верно. Я уже бывала тут внизу. Этим путём мы как раз сюда и попали. Для чего все эти штуки? Этот комплекс был создан для обработки огромных массивов данных о терраформировании. Здесь они должны были храниться. Гея! Почему эта дверь отключена? В моём текущем состоянии я сумела восстановить работу лишь части комплекса. Со временем я продолжу. Ясно. Похоже, тут какой-то склад. Немного сверху. Какой-то случай. Этима е extinction, картине. Не выйдет. Дверь заперта, пока Гея не получит доступ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дверь заперта, пока Гея не получит доступ. Субтитры создавал DimaTorzok Дверь заперта, пока Гея не получит доступ. 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 Гея не получит доступ. Дверь заперта, пока Гея не получит доступ. Гея не получит доступ. Гея не получит доступ. Гея не получит доступ. Дверь заперта, пока Гея не получит доступ. Гея не получит доступ. Гея не получит доступ. Гея не получит доступ. Как мне их вернуть? Чтобы получить вспомогательную функцию, ты должна отправиться в путь и найти физический процессор, в который она ушла. А затем, как и в случае с Минервой, ты должна будешь задействовать главный блокиратор для возвращения её кода в исходное состояние. А как я переправлю их сюда? Вспомогательные функции должны быть загружены на носитель данных, а его нужно будет доставить сюда. На картридж основного ядра? Да. Его вместимость ограничена. Его хватит на одну вспомогательную функцию за раз. Но по всему остальному он подходит. Может, ты прояснишь мне кое-что? Недавно я наткнулась на отряд незнакомцев, хотевших меня убить. С ними были слуги машины и... Клон. Клон Элизабет Собак. Да. Эти события записал твой визор. Ты знаешь, кто они? Ответ связан с сигналом истребления. Он пробудил Аида и вызвал самоуничтожение моей предшественницы. Сигнал истребления. Да уж, звучит зловеще. Сигнал поступил не с земли, Элой. Вычисления довольно сложны. Но, судя по данным, его послали с расстояния 80 триллионов километров. Это настолько далеко, что свет шел бы 8,611 лет. И что там так далеко и почему оно хочет нас уничтожить? Система Сириуса. Сириуса? Туда дальний зенит послал свой корабль. Одиссению. Да, туда они направлялись. Но он взорвался. Или... Нет. Зачем им скрывать свой успех? Чтобы никто о нем не узнал. Чтобы люди будущего считали, что... Их не было. Стоп. Те незнакомцы, которые напали на меня на полигоне Аида, с которыми был клон... Хочешь сказать, что они... Они потомки... Дальнего зенита? Да. Таков мой вывод. Те три вспомогательные функции, что ты нашла. Что мы о них знаем? Все три причастны к проблемам, отравляющим сейчас биосферу. Эфир, должен выводить токсины из атмосферы и управлять погодой. Посейдон, отвечает за органический и химический состав водоемов. Диметра сеет, удобряет и ухаживает за растениями. Если все три вернутся ко мне, они существенно увеличат мои вычислительные способности. Будь осторожна. Их ответы на шаблон запроса были... Нестандартными. Считай, что они напуганы, потеряны и ничему не верят. Как Минерва? Им нужно слияние. Верно. Пропавшие вспомогательные функции. Расскажешь что-нибудь о них? Артемида заново заселила Землю разнообразными животными. Элифия должна была создать, вырастить и воспитать новое поколение людей. Задачей Аполлона было сохранение, организация и распространение архивов знаний и культурных достижений человечества. К несчастью, все данные Аполлона были уничтожены 2 февраля 2066 года. По приказу Теда Фару. Опять Фара. Ненавижу этого гада. Можно понять. Он был патологически самовлюбленным, импульсивным и нестабильным. Все три пропавшие функции уже завершили свою работу, либо им помешали. Они еще нужны? Да, если это возможно. Внедрение их в основную систему улучшит мои вычислительные способности. К сожалению, я не знаю, где их искать. Они исчезли без следа. Ты сказала, что Гефест поможет тебе спасти жизнь на планете. Как? У каждой функции своя значимость. Но Гефест самый значимый из всех. Лишь вернув его, я вновь обрету способность проектировать и производить новые машины в котлах по всей планете. Только с ним я смогу программировать новые машины и менять задачи существующих, чтобы обратить урон нанесенной планете. Восстановление других функций даст нам отсрочку. Но без Гефеста я не смогу предотвратить вымирание жизни на планете. Если Гефест настолько важен, может стоит попробовать сперва вернуть его? Боюсь, это просто невозможно. В текущем состоянии, даже объединенное с Минервой, я обладаю лишь пятой частью сил, 18,8% вычислительной мощности. Гефест мне не по силам. Если предпринять попытку поглощения в таких условиях, Гефест поглотит меня и сделает своей частью. Слияние нельзя проводить, пока его вычислительные мощности превосходят мои. И сколько вспомогательных функций нам потребуется? Слияние с Эфиром, Деметрией и Посейдоном обеспечит мне почти 42% мощности эвристической сети, что превзойдет мощность Гефеста. Ты сказала, что Гефест находится не в одном месте. Верно. В отличие от других вспомогательных функций, он не привязан к конкретному процессору. Гефест распределен по глобальной сети, соединяющей котлы планеты. И когда мы будем готовы к его поглощению, как мы это сделаем? Я не знаю. Займись пока доступными вспомогательными функциями, а я попробую найти решение. Когда Гефест будет поглощен, ты получишь достаточно мощности для массового производства машин в котлах? Да. И для программирования их алгоритмов поведения, и даже для прямого управления. И ты сможешь построить армию машин? И устранить потомков Дальнего Зенита? Моя основная задача — защитить жизнь на Земле. В первую очередь человечество. Поэтому да, как только я получу силы Гефеста, я смогу спроектировать, построить и возглавить такую армию. Учитывая действия Дальнего Зенита, у меня не будет другого выбора. Но я должна признать, что опасаюсь применять такие технологии для убийства, каким бы агрессивным ни был враг. Хорошо. Значит, у тебя есть совесть. Как и хотела, Элизабет. Именно. Вся суть того сигнала была в уничтожении жизни на Земле. Зачем потомкам Дальнего Зенита это делать? Пока мы можем только предполагать. Но Земля же им не угрожает. У нас нет технологий, чтобы им противостоять. Мы о них и не знали. Да. Разве что... Эм... Они не хотели ни с кем делить планету. Незнакомцы, которых я встретила, искали запасную копию Геи. И если бы они её нашли, запустили свою Гею и усилили бы её, чтобы она смогла взять под контроль Гефеста и всю систему терраформирования... Тогда да. Эта система сумела бы закончить то, в чём не преуспел сигнал истребления. Убить всё живое, а потом создать совершенно новую биосферу. Согласно их пожеланиям. Так они пытались сделать то же, что и мы. Но совсем с другой целью. Истребление. Вместо спасения. Это плохо. Ты сказала, Сириус очень далеко от Земли. 80 триллионов километров. 8,611 тысячных световых лет. Да. Так как их потомки сюда добрались? На космическом судне, похожем на Одиссею, но усовершенствованном, путешествие с Земли на Сириус заняло у Одиссеи почти 300 лет. А обратно намного быстрее. Если их корабль покинул Сириус в день начала передачи сигнала истребления, они добрались за 29 лет на 30% скорости света. Если же они вылетели, когда узнали о неудаче сигнала истребления, то прилетели быстрее. Всего за 13 лет. Это 66% скорости света. Так, хватит. Голова сейчас лопнет. С потомками, которых я встретила на полигоне Аида, был клон. Элизабет Собек. Это подтверждает теорию о том, что им удалось получить технологии Нового Рассвета. Так? Да. Как показывает твой собственный опыт, клон Элизабет Собек является ключом ко всей системе терраформирования. Но как им удалось создать клон? Одиссея перевозила приблизительно 200 тысяч зигот людей, миллионы зигот животных и миллиарды семян растений. Можно предположить, что генетический материал Элизабет Собек, с её позволения или нет, был взят ими на борт корабля. Элизабет Собек подчиняется им, и у неё нет возможности противиться приказам. Элизабет Собек подчиняется? Это вряд ли. Сигнал истребления не просто пробудила Аида. Он разделил все вспомогательные функции. Зачем? Я и сама хотела бы знать. На данный момент я считаю, что целью был Аид. А остальные функции получили независимость случайно. Значит, сигнал мог послать лишь тот, кто хорошо знал устройство системы, так? Да. Структура сигнала была чрезвычайно чёткой и высокоточной. Если бы цель была более безобидной, я бы восхищалась интеллектом его создателя или создателей. Если эти потомки прилетели на Землю на корабле, это значит, что их технологии лучше наших во всех проявлениях, так? Да. Как показало твоё столкновение с ними на испытательном полигоне, они обширно задействуют роботов-помощников. Также они обладают каким-то видом защитного энергобарьера, который оберегает их. Это да. Тот, с кем я сражалась, был непробиваем. История говорит, что каждая защитная технология была в конце концов побеждена атакующей. К примеру, если бы я получила Гефеста и применила его силы для создания армии боевых машин, никакие щиты не смогли бы выдержать такую атаку. Так надежда есть? Всегда. Как ты узнала, что сигнал истребления пришёл с Сириуса? Мне подсказали данные из твоего визора. Аид всё рассказал Сайленсу. Длительность сигнала составила 17,22 лет. Какой в этом смысл? Ты сказала, что сигнал от Сириуса летел 8,5 лет. Зачем продолжать излучать сигнал, когда он был уже получен, а ты взорвала себя? Отправитель не знал, что это произошло, пока не получил ответ от Аида. А на обратный путь сигнала ушло ещё столько же. Верно. Лишь после этого отправитель прервал сигнал. Через 17,22 года. Длительность передачи, делённая на 2, дала мне расстояние. Когда я его узнала, осталось лишь просканировать базу звёздных данных и найти систему на подходящем расстоянии. Так как Дальний Зенит улетел на Сириус, это был самый логичный вариант из всех. В каком состоянии биосфера? Система терраформирования вообще работает? В целом, система терраформирования не прекращала работу. Но с момента уничтожения моей предшественницы, система была лишена централизованного управления, и её функции сами определяли свои текущие задачи. В результате накапливались ошибки. И с каждым днём биосфера становилась на шаг ближе к полному уничтожению. В последние месяцы проблемы в биосфере стали очевидными. Но эти показательные признаки являются лишь первыми симптомами процесса полного уничтожения окружающей среды. Земля стоит на пороге биологической катастрофы. И ты не можешь её предотвратить? Если ты вернёшь мне Эфира, Посейдона и Диметру, я смогу произвести корректировку части процессов. Погода улучшится, вода очистится, а вредоносные растения завянут. Но эти улучшения не остановят катастрофу, лишь подсрочат её. Только с Гефестом я смогу спроектировать и создать новых роботов, которые сумеют ликвидировать нанесённой планете ущерб. Все усилия должны быть направлены на эту цель. И сколько у нас осталось? На текущий момент без улучшения ситуации, разрушение биосферы станет необратимым примерно через четыре месяца. А если я найду Эфира, Диметру и Посейдона? И объединю вас? Мы получим лишь ещё несколько месяцев. Ну, каждый день на счету. Мне пора отправляться на поиски вспомогательных функций. Можешь сказать, где они находятся? Когда моя предшественница уничтожила себя, вспомогательные функции подобрали себе процессоры для существования. В каждом случае тебе необходимо будет найти мощный компьютер. Эфир расположен ближе всех, и вернуть его будет проще остальных. Однако, он находится посреди территории Тен-Акт. Мои знания об этом племени ограничены сведениями из твоего визора. Но очевидно, что они проявляют стремление к насилию. Это ещё мягко сказано. А где Посейдон и Диметра? Посейдон нашёл убежище в пустыне южнее этих земель. В моём географическом архиве сказано, что там находилось крупное поселение эпохи Предтеч под названием Лас-Вегас. Руины посреди пустыни. Странно, он же должен был заниматься водой. Согласна. А Диметра? Она расположилась на побережье на Дальнем Западе. К сожалению, у меня отсутствуют актуальные сведения об этом регионе. Поэтому вернуть её будет сложнее всего. Ясно. Мне нужны три вспомогательные функции. Эфир где-то на землях Тен-Акт, Посейдон в пустыне, а Диметра на побережье. С какой ты начнёшь? Я пойду за эфиром. Тогда я сделаю эфира целью в твоём визоре. Если вернёшь его, я смогу избавить этот регион от самых жестоких бурь. Но мне всё равно понадобится гефест и его контроль над машинами, чтобы навсегда стабилизировать биосферу. Если ты решишь иначе, ты можешь изменить цель через интерфейс визора в любое время. Также я передам тебе, для изучения выжимку доступных данных обо всех вспомогательных функциях, могу ли я ещё чем-то помочь тебе. Перед тобой стоит серьёзная задача. Это уж точно. Что-то случилось? Я не знаю, просто... Элизабет установила такую планку. Она хотела, чтобы ты хранила жизнь на Земле. Но всё пошло не по плану, а теперь мне всё исправлять. Думаешь, я справлюсь? С починкой системы? С Дальним Зенитом? Буду достойна её? С Дальним Зенитом. Несомненно. В последнем сообщении моя предшественница выразила глубокое убеждение в твоём успехе. Для тебя нет ничего невозможного. Ты сумела уничтожить Аида и перезагрузить моё ядро. Справишься и с этим. Спасибо, Гея. Ладно. Мне, пожалуй, пора. Я открыла выходы с объекта. Один ведёт прямо на запад. Другой – обратно в горы Песни Долины, если решишь вернуться на восток. Варл? Ах! Никак не могу привыкнуть. Это ты, Эллай? Эм, да. Гея открыла выходы из этого места. Вы встретите меня у Западного? Уже идём. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова И.Кулакова Продолжение следует...